Привет, друзья! Ну вот сегодня хочу сразу вам сказать последнюю новость. Сегодня у нас пятница, 9 апреля. И сейчас по радио сообщили, я вот еду в машине, и сообщили, что умер 99 лет принц Филипп, муж нашей королевы Елизаветы II. Только недавно я вам рассказывала, что ему сделали операцию на сердце, что он лежал месяц в больнице, и сказали, что он, в общем, чувствует себя нормально, там еще какую-то инфекцию у него нашли, вроде вылечили. Но 99 лет, поэтому как старался он дожить до своего юбилейного 100-летнего года, а 100 лет ему должно было исполниться 10 июня 2021 года. То есть он не дожил май и июнь, ну вот, два месяца он не дожил до столетия. Как говорится, жизнь прожил огромную, целый век. И я буду держать вас в курсе, и я сейчас просто сообщила вам эту новость, ну потому что как-то тоже она меня немного удивила. Обещали, что его выпустили, что его там вылечили, все прекрасно с ним. Так что вот так, друзья, такие происходят у нас здесь дела. А что там с королевой происходит? Сейчас приеду домой, почитаю, посмотрю. Наверное, здесь будет в связи с этим объявлен траур в Англии. Не знаю, как это будет происходить. Впервые такое. Ну вот в то два года проживши умерла королева-мать. Мать Елизаветы II. Это был 2002 год. После этого, конечно же, еще мы можем вспомнить Диану. Ну, принцессу Диану. Там вообще непонятная была история. Ее ведь хоронили не как royal family, не как королевскую особу. В связи с тем, что она развелась со своим мужем, принцем Чарльзом. Сейчас играет такая легкая-легкая, тихая, грустная музыка целый день по радио. Ну и что еще здесь слышно по поводу принца Филиппа? Я вот сейчас прослушала еще BBC новости по радио, пока еду. Здесь сказали, очень спокойно сказали, что в 99 лет сегодня утром в Вензорском замке в пятницу 9 апреля умер принц Филипп. В Британии объявлен траур. Обычно национальный траур длится 8 дней в Британии, но траур королевской семьи будет длиться 30 дней. После чего королева Великобритании возвращается к своим обязанностям. Ну и еще сказали, что как обычно британцы собираются на площади перед Букингемским дворцом, приносят цветы. Обычно так происходит всегда. Может быть кто-то помнит, что происходило и сколько людей собралось, когда умерла принцесса Диана. На этой площади перед Букингемским дворцом там были просто тысячи и тысячи людей. Они там сидели 4 дня и ждали, что решит королева, как хоронить. Но это совсем другая история. Так вот, по поводу принца Филиппа собираются там люди, британцы, почтить память принца. Но вот с каждым часом говорят их все больше. Сейчас не знаю. Телевизора у меня нет. Еще говорят, что принц Филипп сам все придумывал по поводу своих госпохорон. Он сам все планировал, сам все режиссировал. И чтобы это было все так, как хотел он в его похороны. Он к этому готовился давно. Но получилось так, что в связи с коронавирусом, в связи с локдауном и пандемией отказались от госпохорон принца Филиппа. И говорят, что будут просто обычные похороны без участия широкой публики. Вот сейчас собирается парламент британский. Они были на каникулах. Но сейчас их собирают. Вот буквально, наверное, в эти часы. Они будут там специально собраны, чтобы почтить память принца Филиппа. Ну, что еще сказали в связи с распространением коронавирусной инфекции? Вот сказали, что отказались. И королева, и весь королевский двор отказался от похорон на широкую публику. Сейчас, конечно же, никто не вспоминает о том, что принц Филипп также хотел отпраздновать свой столетний юбилей. И он также готовился еще и к этому тоже. Но сейчас получается уже, что говорить об этом не имеет смысла. И принц Филипп не дожил до своего столетнего юбилея всего лишь два месяца. Я нашла и включила для вас некоторые фотографии принца Филиппа в 99 лет. И, конечно же, его молодого с Елизаветой молодой. Елизавета и принц Филипп прожили долгую длинную совместную жизнь. Брак их состоялся в 1947 году. То есть они прожили вместе 74 года. Ну и вот у них четверо детей на сегодняшний момент. Ну а на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Будем следить за новостями. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok